Я считаю, что на сегодняшний день приговор полностью опровергнут теми доказательств, которые есть уже в деле, и теми доказательств, которые представлены дополнительно в апелляционной инстанции. Мы будем сейчас исследовать те доказательства, которые были уже в суде первой инстанции, которые подтверждают о том, что Ильдаром сделали. Например, в деле есть справка ОАО КТК о том, что 16 октября на запрос от 1 октября номер 333 КТК согласовывает проект, разработанный терринженерингом, и ставится точка. Это что означает? Это значит, что 1 октября 2012 года Курманов Ильдар послал проект на согласование со своей подписью, письмом, и, соответственно, КТК согласовало данный проект. И, соответственно, таких справок в деле 6, подтверждающие правильность, то, что Ильдар сделал, и, соответственно, мы их исследуем. Процесс идет, это уже 8-е или 9-е заседание. Мы с трудом перешли из-за этих многочисленных ходатайств к судебному следствию. И Курманов заявляет эти ходатайства очень дозированно, то есть по 2 человека. Он мог бы сразу заявить, что я хочу допросить таких-то людей. Но он, тем не менее, выкидывает это пачками на каждом заседании для того, чтобы, ну, я иначе объяснить это не могу, как для того, чтобы просто тактически затянуть процесс. По теплосетям действительно, ну, это произошло когда? Я напомню, это произошло уже в конце октября, когда уже конфликт с Курмановым зашел в острую фазу. И, соответственно, Лерой Мерлен понял, что никаких результатов от него он не добьется. Значит, поскольку сроки, соответственно, были сокращенные, то, да, в какой-то части этот проект был использован. Но его пришлось заделывать. И самое главное, те работы, которые должен был выполнить Курманов по, ну, собственно, по этому проекту, он их так и не выполнил. Более того, он даже материалов не закупил. Соответственно, эти работы выполнила другая компания. А это тоже входило в обязательства Курманова. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...